70 молоденьких лип станут символом памяти о подвиге многонационального советского народа. В год 70-летия Великой Победы в микрорайоне Волгарь появилась Аллея Героев. Вместе с губернатором Николаем Меркушкиным и главой администрации Самары Олегом Фурцевым деревья сажал член Общественной Палаты России, председатель Международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов и юные самарцы. Впервые в регионе отметили новый праздник – День народов и национальных культур Самарского края. Попробовать чак-чак, вареники, осетинские пироги, примерить на себя кольчугу весом 12 килограммов, узнать, что носили на Руси тысячу лет назад. Гостей праздника ждал экскурс в культуру и историю народов. Сейчас у нас вещи, которые мы сделали сами из натуральных материалов, и это реконструкция одежды 9-10 века, периода Руси разных регионов. Вот на мне новгородский костюм, вятские колечки. В Самарской области живут представители 157 народов. Все народы в тесном взаимодействии друг с другом из века в век вносят свой вклад в развитие нашего государства. Вместе мы – великая страна. Вместе мы и только вместе мы – великая Россия. Почетный знак Ассамблеи народов России за значительный вклад в этнокультурное развитие и укрепление народов России вручили губернатору Самарской области. В свою очередь поздравления от главы региона принимали национальные семьи, которые вместе прошли войну и прожили в любви 64 и 55 лет. Пять молодых пар в этот день сыграли свадьбу с элементами национальных традиций предков по русским, татарским, осетинским обычаям. Праздник собрал около 10 тысяч гостей. Кульминацией стал хоровод дружбы. Сплочение народов. Что нам сейчас надо? Нам надо, чтобы мы понимали друг друга, любили еще больше друг друга, я имею в виду национальности. В завершении праздника фигуры высшего пилотажа продемонстрировали летчики областного аэроклуба ДСААФ. Авиашо организовали в честь достижений Самарского региона в аэрокосмической сфере. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.